День воинской славы Губернатор возложил цветы в честь контрнаступления Красной Армии под Москвой 80 лет назад. Сводка от ГИБДД. Нерадужные итоги первых снежных дней на дороге. 5 декабря в нашей стране отмечают День воинской славы. Ровно 80 лет назад началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Победа позволила отбросить врага на 200 километров от столицы нашей Родины, лишила его стратегической инициативы и разрушила планы по молниеносному захвату Первопрестольной. Контрнаступление началось с Рязанской земли. Наш город стал центром снабжения, отправляя необходимые ресурсы на фронт, принимая раненых и эвакуированных в своих госпиталях. Губернатор Рязанской области Николай Любимов возложил цветы у мемориального комплекса и вечного огня на площади Победы. Церемония началась с минуты молчания. А затем курсант Рязанского училища ВДВ троекратным оружейным салютом почтили память погибших в годы войны. С 2017 года расходы федерального бюджета на здравоохранение возросли на 78%. Например, в прошлом году эта сумма составляла 4,9 триллиона рублей. В этом году уже было израсходовано более 4,46 триллиона рублей, при этом год еще не закончен и в бюджете добавлено 600 миллиардов рублей. В 2022 году на здравоохранение заложено 5,2 триллиона рублей. Об этом журналистам заявил депутат Государственной Думы России от Рязанской области Андрей Макаров. По его словам, поддержка регионам в следующем году будет самой значительной. Рязанская область в этом смысле тоже в накладе не останется. Послание президента Федеральному собранию при формировании федерального бюджета безусловно приоритет, а программу социальной поддержки населения уже можно назвать беспрецедентной. И дело здесь не столько в плане финансов, сколько в охвате всех слоев населения. Очень важно, чтобы бюджет страны обеспечивал развитие экономики, потому что выполнение обязательств перед людьми тесно связано, как развивается экономика. Мы сегодня вышли на допандемийный уровень. То есть экономика страны восстановилась. За счет восстановления экономики, получения дополнительных доходов мы можем решать эти задачи. Но при этом очень важно. Президент говорит, вот мы получили первые дополнительные доходы, на что они должны быть направлены? На поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Поддержка региона в следующем году будет самой солидной за все время. На нужды субъекта федеральный центр направит больше трех триллионов рублей. А это почти седьмая часть всего бюджета страны. Что касается Рязанской области, то если говорить о базовой, заложенной в бюджете сумме, то это больше 28 миллиардов. Это то, что железно. Понятно, что будут дополнительные вливания, но даже эта цифра – абсолютный рекорд. У нас было по сравнению с 2021 годом, а там было 20 миллиардов, должна была получить область, примерно 700 миллиардов рублей, 20 миллиардов, 700 миллионов рублей, около того вот такая сумма, то у нас сейчас 28 с лишним, 28 миллиардов, 211 миллионов, 213 миллионов на самом деле рублей, которые получает область, я повторяю, в законе о бюджете. Как вы видите, область получит федеральной поддержки с точки зрения планов в бюджете, вот то, что в бюджете уже заложено, то, что они уже точно есть, область получит на 7,5 миллиардов больше, чем она получила в прошлом году. Больше половины прибавки, около 4 миллионов, под реализацию нацпроектов. Дорожное строительство заявлено еще одной главной темой, только на региональной и местной дороге. С федеральной казны с 2021 года Кремль начнет ежегодно направлять по 50 миллиардов рублей. Вот только к деньгам этим, по словам Андрея Макарова, неплохо бы добавить и качество дорожного покрытия. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 12 января 2022 года у прокуратуры России круглая дата – 300 лет с момента создания ведомства Петром Первым. Этот день еще называют знаковым в контексте развития российской государственности. В честь юбилея на площадке библиотеки имени Горького появилась специальная выставка, главная идея создания которой – масштабное представление исторического пути надзорного ведомства. В зале Горьковской библиотеки ветераны Рязанской прокуратуры и действующие сотрудники. Кителя первых украшают ордена и медали. Другим же такие награды только предстоит заработать за свою службу. Да и сегодня можно буквально пропитаться историей ведомства. В преддверии трехсотлетия прокуратуры в библиотеке открылась памятная выставка. Сегодня на выставке, которая открывается в настоящее время в библиотеке, представлены книги, материалы из личных фондов наших сотрудников, как действующих, так и пенсионеров, вышедших на пенсию, заслуженный отдых. Посетители библиотеки могут ознакомиться с форменным обмунированием. Здесь также представлены материалы на разных носителях из фондов Музея прокуратуры Рязанской области, коллекции библиотеки имени Горького, ресурсов президентской библиотеки. В начале мероприятия показали и исторический фильм о ведомстве, как оно формировалось, какие этапы прошло и какие ценности удалось сохранить. И с теми веками нашей истории, истории нашего ведомства, которые в принципе и привели к формированию той прокуратуры, в которой мы сегодня с вами работаем, можно ознакомиться благодаря этой экспозиции. Но хочу сразу ответить, как бы не трансформировались наши полномочия, как бы не измерялась наша компетенция, всегда оставалась наша ключевая задача. Это защита прав граждан. Выставку организовали силами сотрудников библиотеки и ведомства. Вместе же подбирали необходимые экспонаты. Книги памяти, фотоальбомы, раритетные экспонаты, любительские фото и видеоматериалы из жизни прокуратуры. Мы смогли оцифровать первый топ книги памяти, который представлен здесь в экспозиции. Остальные книги находятся в работе. И по мере готовности мы сможем вам их передать. Ексерина Романовна, примите, пожалуйста, вот эту книгу памяти, оценированную в библиотеке имени Горького. Выставка будет работать до 11 января. Посмотреть ее может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С первым снегом для автомобилистов наступает день жестянщика. Кто-то не успевает переобуться, другие и скорость не контролируют. Уже 3 декабря и новые аварии. Валерий Седов продолжит. 3 ДТП и 5 пострадавших. Это официальная статистика от ГИБДД за прошедшие сутки. При этом часть аварий в сводку не попадает. Водители сразу заполняют европротоколы на месте. О количестве таких инцидентов стоит только догадываться. Но и аварий из официальных источников хватает. 2 декабря приблизительно в 17.35 в городе Рязани напротив дома номер 9 по улице Мервинской по предварительной информации 61-летняя женщина, управляя автомобилем Кио, совершила столкновение с автомобилем Ниссан под управлением 40-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Ниссан в возрасте 29 и 21 года обращались за медицинской помощью. А это фотография с массовой аварией в Рязани. Произошла она рядом с Дягилевским постом ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Официальных комментариев пока не поступило. Всего в Рязани области зафиксировано 29 аварий, где обошлось только повреждением авто. Чтобы в статистику не попасть, сотрудники ГИБДД напомнили основные правила. Со сменой сезона меняются и погодные условия. Соответственно, водителям нужно привыкнуть к новым погодным условиям, к выпадению дождя или снега и быть особо внимательными и осторожными при проезде, особенно пешеходных переходов, путепроводов, мостов. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны. По прогнозу погоды в Рязани области в эти выходные пройдет дождь со снегом. Конечно же, синоптики могут ошибаться. Да и фронт непогоды может повести себя иначе. Но при этом осторожность следует соблюдать и водителям. Как в непогоду, так и во все другие дни. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Ограбление достойное фильмов Квентина Тарантино и Легая Ричи. Все происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Благодаря этому у нас есть возможность рассмотреть в деталях. В кафе на улице Пушкина врывается парень в лыжной маске. Угрожает он ничем иным, как куском пластмассы. Впрочем, продавец этого пока не знает. Главное тут, как известно, уверенно звучать. Да и казаться выше. Поэтому, похоже, парень и полез на прилавок. Тот помогать грабителю не стал. Рухнул. Грабителя, впрочем, это не смутило и он продолжил требовать от кассирши деньги. Однако женщина оказалась не из робкого десятка и пошла в атаку с бутылкой вина. Но злоумышленник просто оттолкнул женщину. С кассой у грабителя как-то тоже не срослось. Аппарат выскользнул из рук бедолаги. Парень схватил купюры, насобирал мелочи и с горем пополам все-таки покинул магазин. Ушел, правда, недалеко. Оперативники управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Парень пытался быть неузнаваемым всеми доступными способами. Во время нападения натягивал рукава на руки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Сразу после выбросил свою одежду, в которой грабил, но его все равно нашли. Куш его, кстати, оказался не таким уж и большим. Возбуждено уголовное дело. По статье 162 Уголовного кодекса парню светит до 8 лет. Думать о своей линии защиты он теперь будет в следственном изоляторе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани воровство крышек канализационных люков принимает угрожающие масштабы. За последние два месяца в городе украдено по меньшей мере 175 чугунных кругляшей, принадлежащих водоканалу. На протяжении десятков лет кто-то строит на воровстве бизнес, а невинные люди при этом могут пострадать. В администрации города уже нашли решение данной проблемы. Тотальное воровство чугунных люков в Рязани привело к тому, что власти решили кардинально изменить ситуацию. Теперь у злоумышленников пропадет всякое желание совершать подобные противозаконные действия. За прошедшие два месяца все пропавшие люки уже были заменены на новые, выполненные из других материалов. Уже проработан вопрос, и мы приобретаем крышки не чугунные, а из железобетона, которые, как правило, используются на зеленых зонах, и приобретаем крышки на полимерной основе. Они используются на внутриквартальных территориях. Как бы это сведет к минимуму воровство, потому что данные материалы не принимаются в пунктах черного металла. Поэтому надеемся, что с использованием данных материалов кражи будут минимизированы. Нынешние крышки для сдачи в пункты металлоломы непригодны. Впереди масштабное обновление всех колодцев в городе. Примечательно, что канализационные крышки зачастую воруют даже не на окраинах, а на центральных улицах города. А вот сообщают о происшествиях в основном неравнодушные рязанцы. В первую очередь нужно обращаться в диспетчерскую службу водоканала. Это 410125-410126. Наш сменный инженер примет данную заявку, выйдет бригада на место и определит принадлежность колодца. То есть оперативно он будет накрыт. В случае, если неизвестно, к какой из организаций принадлежит открытый колодец, необходимо сообщить о пропаже люка в городские службы. Все выходы на поверхность расположены на инженерных коммуникациях. Они могут относиться к теплосети, электрическим сетям, газовым и другим службам. В администрации города определяют, кто ответственный за конкретный колодец, и ситуация будет исправлена. Чем скорее будет установлена новая крышка, тем в большей безопасности будут рязанцы. Все колодцы, они разной глубины. Есть немного мельче, есть глубже. Но в любом случае, каждый открытый колодец, он опасен для людей. Особенно это в темное время суток и вблизи жилых массивов и соцобъектов. Там, где большое скопление жителей, детей, подростков. Те, кто пытается делать деньги на воровстве чугунных люков, делятся на две группы. Это сами похитители и сотрудники пунктов приема металла. Мало того, что эти люди являются преступниками и должны нести уголовную ответственность за свою деятельность, кажется, их совсем не интересует, что в один из случайно или намеренно открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам погибших в коммунальных ловушках, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жители дома на Гагарина 156 «Корпус-2» на протяжении нескольких лет страдают от сильного запаха краски из подвального помещения. Все обращения в управляющую компанию остались нерешенными. Здесь люди даже не разговаривают, они не умеют говорить, понимаете? Они не умеют говорить, они врут и врут и врут. Я женщин спрашиваю, у вас здесь краска есть? Нет, 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 что у женщин? Ну что, я слепая, что ли? Запах аммиака, растворителя и малярной краски. Все эти ароматы местные жители вдыхают у подвала на улице Гагарина 156 «Корпус-2» уже без преувеличения пару лет. Все обращения и жалобы в управляющую компанию «Городская роща-1», как говорят жильцы, игнорируют. И, похоже, ничего криминального в стойком запахе краски не видят. Никто не слышит и главное, что игнорируют и врут. Нарушают все правила техники безопасности, все правила. Мы будем обращаться в охрану труда, в правительство Рязанской области. Но в первую очередь мы обратились к вам, чтобы вы нам помогли. Помогите нам, пожалуйста, потому что мы рискуем своей жизнью. У нас больные люди живут. Я сама инвалид. На момент наших съемок это помещение было закрыто изнутри. По мнению жителей, в нем находились те самые рабочие, которые разгружают и, видимо, там же размешивают краску. Я неоднократно вызывала газовщиков. Приезжали, говорят, это не газом пахнет, а пахнет краской из подвала. А зачем вы вызываете? А этот подвал кому принадлежит? Нет, это наш собственный. Это домовой должно быть. Да, это наш собственный. У нас даже разрешение не спросили, чтобы пользоваться этим подвалом. И мы не вправе зайти, посмотреть, за что мы платим. Управляющая компания «Городская роща-1» не знает или делает вид, что не знает о том, что в их доме располагается самая настоящая лакокрасочная артель. Главный инженер управляющей компании, оказывается, даже не знал о массовых жалобах. Ну или, может, слукавил на камеру? Ну, давайте мы проведем обследование данного подвального помещения и дальше примем меры. Ну, вы сами знаете экологическую ситуацию в городе Рязани. Тут постоянно пахнет аммиаком, сероводородом. Ну, причину, я так понимаю, никто найти на данный момент не может. Ну, на данный момент пройдем обследование и дальше примем какие-то меры. Вот только открыть дверь подвала для нашей съемочной группы представитель управляющей компании отказался. Якобы рабочий день закончен, приходите завтра. Сергей Веселов добавил, что, дескать, все претензии не обоснованы. Для нужд управляющей компании такие объемы краски просто не нужны. Объемы управляющей компании не такие огромные, чтобы завозить краски тоннами. Кубами, большими фурами. Вы сами видите, мы ремонтируем подъезд. Стандартная пятиэтажка входит порядка 30 килограммов краски. Ну, от 30 до 50. Зависит от состояния подъезда. То, что, ну, давайте, когда приводят эти машины, пускай собственники звонят в полицию, в диспетчерскую. Куда-нибудь. Эти вопросы надо решать. Жители дома по улице Гагарина намерены обратиться в прокуратуру для проверки. В помещении, по их словам, находится электрощитовая. Вместе с краской и любой другой легковоспламеняющейся жидкостью в подвале это все создает гремучую смесь. И ставит под угрозу жизни обитателей всего дома. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». С появлением новых штаммов коронавирусной инфекции молодое поколение становится более уязвимым. Врачи всего мира не перестают говорить о простых правилах безопасности. В начале пандемии, когда COVID-19 только появился, дети им почти не болели. Но вскоре, по словам врачей, ситуация изменилась кардинально. С появлением новых штаммов инфекции молодое поколение стало болеть все чаще. Сейчас самый сезон острых респираторных заболеваний. Среди детей на отсутствие запаха и вкуса могут пожаловаться в основном подростки. Малыши никогда не заявляют о потере вкуса и запаха напрямую. Иногда сами родители замечают, что у ребенка немного изменились вкусы, ухудшился аппетит. К тому же потери обоняния часто появляются не сразу, а уже после пика заболевания. Симптомы эти не специфические и невозможно по отдельным симптомам точно определить, COVID это или какие-то другие вирусные инфекции. Может быть насморк, заложенность носа, кашель сухой, чуть позже влажный. Обращать внимание нужно на те симптомы, которые могут привести в дальнейшем к резкому ухудшению состояния. Это касается не только ковида, а вообще любых инфекций у детей. Прежде всего, если ребенок очень вялый, если он не встает, лежит, несмотря на то, что температура невысокая, если он отказывается от еды и питья. При появлении первых признаков рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу и вызвать скорую помощь. Врач-педиатр рассмотрит ребенка и назначит ПЦР-тест. Лечение ковида у детей не отличается от лечения других ОРВИ. Терапия обычно направлена на облегчение симптомов болезни и предупреждение ее дальнейшего развития. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать очень простые правила. Во-первых, нужно сказать, что специфическая профилактика пока в нашей стране есть только для взрослых. У нас зарегистрированы вакцины для взрослых. Сейчас проходят клинические испытания и вакцины для детей. О чем нужно помнить? О мытье рук, часто мытье рук, особенно после посещения общественных мест. Нужно научить детей не трогать нос, не трогать рот, вообще лицо во время посещения общественных мест. Нужно помнить о том, что при чихании, при кашле прикрывать нужно нос и рот свой, при этом лучше использовать платочек. По общероссийской статистике, у половины из всех заболевших ковидом детей ярко выраженных признаков ковид-19 не было. Еще 39 были с умеренно тяжелой симптоматикой. У 6% больных детей болезнь имела тяжелый характер. Особенно опасным коронавирус является для детей первого года жизни, потому что иммунная система малышей, как известно, еще слаба. Поэтому внимание и чуткость. Главные помощники родителей при появлении первых тревожных симптомов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Сказку рязанской писательницы озвучили известные российские артисты. Речь идет о произведении Татьяны Бадаловой «Чудо не носит колокольчики». Остров был небольшой, и уже на следующий день Эмма знала, что лес здесь нет. Не встречали их и в городе. И тогда девочка решила пойти на хитрость. Это фрагмент сказки «Чудо не носит колокольчик» рязанской писательницы Татьяны Бадаловой. Произведение озвучили известные артисты. В этом эпизоде, например, «Голос Сергея Безрукова». Сказки также читают Михаил Боярский, Николай Фоменко, Екатерина Андреева. Все они друзья писательницы. Татьяна рассказала, что выбирала актеров не просто так. Акцент был на тех, кто разделяет общие ценности проекта сказки «Лисьего острова» в историях о доброте и великодушии. В первую очередь, наверное, эти сказки посвящены и обращены к детям, у которых есть какие-то нарушения. То есть особенным детям, детям с эмоционально-волевым нарушением, с каким-то... Отторгаются обществом, так или иначе, да, прямо или завуалированно. Вот эти сказки должны помогать им верить в то, что, в общем-то, они нужны, востребованы. «Чудо не носит колокольчик» – это первое произведение арт-проекта «Сказки Лисьего острова». Речь в ней идет о семье из трех человек – мужчины по имени Ян и двух его приемных детей – Эммы и Оливера. Мальчик начинает сильно болеть и справиться с недугом, ему поможет лишь чудо. Это чудо и решают сотворить Эмма вместе с Яном. Презентация произошла еще в сентябре в оффлайн-формате. Тогда работу нельзя было обсудить с детьми. На открытом показе в библиотеке реакция зрителей была куда очевиднее. А здесь у меня получилось посмотреть именно на глазки детей, очень внимательные были, даже взрослые дети у нас там присутствовали, которые тоже были очень внимательные, не заглядывали в телефоны даже, что характерно сейчас, мне кажется, для современной молодежи. Поговорить с ними, правда, и на этот раз не получилось. После презентации дети отправились на мастер-классы по рисованию песком. Сейчас Татьяна активно работает над двумя следующими сказками цикла. Вторая уже на финальном этапе и существует в двух разных вариантах. Третья – в процессе озвучки. И каждая сказка, как, впрочем, и весь цикл, посвящена и самопожертвованию, великодушию и силе воли детей. Татьяна Бадалова в этом твердо убеждена. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новый год уже совсем близко, и, как известно, на этот праздник в России принято накрывать незабываемый стол, полный деликатесов и лакомств. Многие рязанцы уже сейчас задумались над тем, что приготовить и как красиво подать угощения. Некоторые из них уже успели посетить выставку-продажу «Икра и рыба Камчатская». Успеете ли вы? Полезные и питательные рыбные деликатесы в очередной раз радуют рязанцев. Многие горожане уже стали постоянными посетителями выставки-продажи «Икра и рыба Камчатская». Я уже в прошлый раз приезжала, брала здесь тоже чавычу, белорыбицу и икру. В всем я, конечно, довольна. Свежая, нормальная, вкусная рыба. Верена в продукты, поэтому взяла еще раз. Белорыбица, палтус, омуль, муксун, чавыча, нерка, клыкач и многое другое. Здесь настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса. И, конечно, настоящий камчатский деликатес, который можно попробовать и приобрести – красная икра. Как подсказали консультанты, ее без проблем можно хранить в морозильной камере до наступления подходящего случая. Многие рязанцы как раз и приобретают деликатес перед предстоящими праздниками. Икру. Буду на Новый год. Я сейчас буду брать икру. Поинтересуюсь у них, можно ли ее заморозить и как ее хранить. И приедут ли они к Новому году еще. К новогоднему столу на выставке можно найти рыбу слабосоленую, горячего и холодного копчения. Закуски превосходного качества приезжают в Рязань прямо с Камчатки. Рыбка на этой выставке продажа очень сочная и нежная. А главное, ее мясо наполнено витаминами и минералами. Здесь всегда очередь. Я никогда не приехала, чтобы… Вот приезжаешь даже, думаешь, к десяти. И все равно уже очередь. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Запас деликатесов на новогодний стол сейчас можно успеть получить без QR-кода. Выставка продажи икра и рыбы Камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 4 декабря включительно. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. С 29 ноября по 4 декабря свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Продолжение следует...